Как известно, после 11 сентября 2001 года в США был принят ряд нормативно-правовых актов, направленных против различного рода проявлений терроризма. В частности, были внесены существенные изменения в формат банковской тайны. Спецслужбы США получили возможность следить за всеми транзакциями в долларах, проходящих по корреспондентским счетам американских банков. Это положение было обосновано тем, что в тот момент, когда транзакция проходит по счету американского банка, она попадает под юрисдикцию США. Очень быстро этот мониторинг был организован в автоматическом режиме, и специальные программы, снабженные фильтрами, стали автоматически вылавливать из потока платежей те, которые могли вызвать подозрения с точки зрения финансирования террористической деятельности. Однако очень скоро выяснилось, что террористы не изобретали каких-то оригинальных способов сокрытия истинных целей своих платежей, но пользовались известными схемами, которые давно взяли на вооружение бизнесмены, уводящие в тень или выводящие из нее деньги. Таким образом, под прицел ФБР попали не только террористы, но и бизнесмены, чьи финансовые потоки формально попадали под состав финансовых преступлений, определенных законодательством США. В эти сети попали как их собственные граждане, так и граждане других стран, включая Россию и Украину. Как известно, прямо сейчас идет расследование ФБР в отношении украинского бизнесмена и одновременно гражданина Израиля Игоря Коломойского, связанного с отмыванием денег на территории США. Насколько известно, никаких обвинений ему не предъявлено, а его адвокаты уверяют, что никаких действий, нарушающих нормы и правила ведения бизнеса в США, он не совершал. Во что все это выльется, мы увидим. Но в отличие от многих других бизнесменов, попавших в поле зрения ФБР, последний имеет промышленный бизнес в США. И если речь идет о нарушениях, связанных с этим бизнесом, то ситуация может отличаться от стандартной, возникающей при фильтрации транзакций иностранцев. Однако такое положение дел вызвало интерес различных международных организаций, ведущих собственные расследования в финансовой сфере. Так, если верить одной из таких структур OCCRP, часть империи олигарха функционирует от его имени, но управляется его сестрой Ларисой Черток. На нее оформлено достаточно много активов, включая предприятия, недвижимость и даже арт-галереи, в том числе в Швейцарии и Франции. Подробно об этом можно почитать на официальном сайте организации, но в данном случае налицо почерк, уже хорошо известный украинцам. Различные мероприятия, которые могут вызвать те или иные негативные последствия или просто являются рискованными, бизнесмен проводит чужими руками и только под давлением обстоятельств признает это положение вещей. Нечто подобное произошло и в отношении Ларисы Черток, когда эта самая связь была подтверждена в ходе судебного разбирательства между олигархом Пинчуком с одной стороны и партнерами-олигархами Коломойского и Боголюбовым с другой. Тогда, в 2013 ответчики признали, что Черток действовала в их интересах.